Добрый день! Сегодня у меня очередная передача, посвященная давнишней теме разработки печатных плат с помощью современных средств, в частности, которые можно использовать для так называемого интернета вещей. Напомню, что у меня есть модель железной дороги, с которой я иногда экспериментирую, но поскольку времени мало, то это очень эпизодически. И вот я решил очередной эксперимент провести, нарисовал плату новую, примерно вот такого вида. Здесь мы можем видеть ее принципиальную схему, но на самом деле она не дорисована, поскольку принципиальная схема не обязательно для того, чтобы изготовить плату. Вот так приблизительно выглядит. А ее вид для заказа на заводе, который, между прочим, делает Apple, те самые. Вот на этот же завод будет делать нашу плату. Выглядит она рисована практически вручную. Немножко тут разводку мне помогут сделать компьютер. Напоминаю, что это редактор из еда прямо в интернете, в браузере. Рисуете свое изделие. В данном случае двуслойная плата. Вот так она выглядит. Чистый эксперимент. Отличается от всего предыдущего тем, что я решил попросить китайских производителей часть микросхем напаять с тем, чтобы самому не морочиться с этим делом. Одной микросхему вот этой у них не было в наличии, поэтому, ну, что было, то попросил напаять. Особенно маленькие вот светодиодики. Их очень тяжело вручную впаивать. Пусть это сделают китайцы. На изготовление уходит, напомню, два дня примерно. Еще три дня они берут на в пайку деталей. А все остальное время, которое было потрачено около месяца, ушло на транспортировку из Китая в Россию. Вот, наконец, сегодня я получил эту посылочку. Она так выглядит, сейчас будем ее вскрывать. Красивая коробочка с наименованием поставщика, который делал, точнее комплектовал вот. Капитально упаковано, чтобы не разбилось при транспортировке. Ага, вот мы убрали хромакей. Теперь можем видеть, как выглядит эта плата. Она зеленая, поэтому будет прозрачной в хромакее. Вот действительно напаяны детальки. Некоторые, в том числе мелкие, надо будет под микроскопом смотреть, что они паяли. Вот два конденсатора, больших заметно. Недостающую деталь придется впаять самому. Ну вот красотища такая. Минимальный заказ 5 плат, поэтому мы здесь вот еще несколько штучек. И будем экспериментировать. Предыдущая плата в собранном виде с микропроцессором вот такая. И вот к ней будет официальным шлейфом подключаться вторая плата. А к ней еще. Вот здесь на разъемчике будут еще платы. Потому что управление макетами живет в дорогу совсем непростое дело. Как бы кому-то не показалось странным. Ну что ж, будем продолжать. А с одной проверим вообще, будет ли это работать, если я могу где-то ошибиться. Жалко, конечно, будет, если ошибся. Но будем надеяться шить. Если ошибся, то не сильно. До свидания. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»